Как говорят в Гавриловском районе Иванинской области, смеяться, право, не грешно, над тем, что кажется смешно. Обрати внимание, кажется, то есть одному кажется, а другому, ну, допустим, недостатки есть. Допустим, как говорят в Ильзаровском районе Ярославской области, на каждую старуху бывает недостаток. Только один это дело замечает, другой не очень. Я так его вообще не вижу, что мне от этого плохо не слышу. Ну, вот, скажем, к примеру, вот здесь присутствующих, скажем, ну, хаша бы меня. Я человек добрый. Заметил во мне что-то отрицательное. Засидит, обработает. И подает это мне все с положительной стороны. С положительной. Вот это мне будет смешно, это мне будет приятно, это будет юмор, это будет сатира, это мне будет удовольствие. А если ты критику наводить, если ты в мой маленький недостаток своим большим пальцем тыкать будешь, так я ведь тоже так могу тыкнуть, что, как говорят в городе Лондоне, успотеешь кувыркауши. У каждого человека, даже, даже самого паршивого, есть что-то приятное, что-то хорошее. Только надо хотеть, надо любить это дело. И же ты с любовью к людям, то положительной будет сколько хочешь, навалом, лопаты не разгребешь. Вот на нашем предприятии охранник есть. Замечательный боец, человек хороший. Есть у него недостаток. Ну, видит он. Неважно. Зато глухой совсем мне, когда поддавший. Так слышит прекрасно, он у нас в КВН в клубе веселых находчивых. Однажды во время дежурства, когда он спал, как всегда, в нетрезвом виде, на нем тулуп загорелся. Ну, от никотина. Другой бы, конечно, в крик, в опли, в панику. Наш замечательный боец, он же ничего не видит, ничего не слышит. Он горит себе спокойно. Потом, когда вспотел, он все понял, выбежал во двор и скинул свою тулупку, да? Он же в клубе находчивых веселых. Прямо на горюче-смазочные материалы. Так подсчитали, что будто из-за него на 2 миллиона 867 тысяч убытку было. А сколько из-за него смеха было? Этому никто не считал. Через КВН. А у нас на авторемонтном запскладом есть Осип Иванович. Ося. Ой, золотой человек. Да чего отзывчивый. Нужна какая-нибудь запчастка, только свистни. Ося, ты свистнешь, он свистнет со склада. Ты ему полбанки, он тебе карбуратур, или другой вариант, он тебе карбуратур, ты ему полбанки, а за 2 полбанки он тебе весь завод вылезет. Такой это был человек. Его оберегать надо. Осип Иванович, как говорят у нас с авторемонтом, Ося, ты меня не бойся, я тебя не трону, ты не беспокойся. А его тронули. Товарищеский суд. Где запчасти? Где карбураторы? Он что себе? Он же людям. То есть он людям добро, слышь? А они ему, как говорят на севере, фигу с вологодским маслом. Но, а сосед по лестнице, выше этажом, слышь, детей в консерваторию принимал. Фортепианц. Не, не фамилии, прозвище у него такое. Он фортепианц. Родители тыкаются со своими полудурками, со своими вундеркундрами по музыкальным училищам. Никто не берет, а он брал. Предлагали, брал. Не предлагали бы, не брал. В общем-то, мелочь. Попадались, конечно, и крупные. Теперь на него критику. Принимал детей у консерваторы без слуха. А что ребенку делать? Есть же у него слуха, нет? А деньги есть? Не, милый, вдруг не, так же он не пойдет. Не, надо человеку покопаться, поковыряться. И что-нибудь положительное, да заметишь, какую-нибудь черточку, точечку, самую манюсенькую. А нам больше не надо. Ты ее раздуй. Это положительное, чтобы его в телескоп. А отрицательное, засеки и у микроскопа. Это будет сатира, это будет удовольствие. А если ты, наоборот, то я так врезать могу, что ты в раз поймешь, что, как говорят у нас на прииске Ахтырка Магаданской области, смех, дело сулюзное. И шоб тихо у меня.